Недавно на одном известном портале по продаже автомобилей засветилась редкая грузовая машина. Называется она АЦ-30-205-ЦГА. Это пожарная цистерна, построенная на шасси грузового МАЗ-205. Владелец выложил ряд фотографий, по которым можно понять, что сохранность машины неплохая, хотя чувствуется дух времени. Важно отметить, что автомобиль имеет полный пакет документов и может вполне уверенно передвигаться своим ходом. Грузовик выставлен на продажу за полтора миллиона рублей. Цена оправдана, учитывая состояние и комплектность редкой машины. На самом деле, еще во времена Советского Союза машина этой модели производилась массово и была широко распространена на просторах СССР. Выпускался грузовик на мощностях машиностроительного предприятия в городе Торжок. Первая машина выехала из ворот завода в 1963 году, а через 6 лет производство было свернуто. Пожарные части активно закупали грузовую цистерну и были ею очень довольны за простоту конструкции и неприхотливость в использовании. К минусам грузовика следует отнести крайне малую скорость. Машина не могла разгоняться выше 50 км в час при полной загрузке. Через несколько лет пожарные части перестали эксплуатировать этот автомобиль. В машине нашли другое применение и направили на работу в сельское хозяйство. Некоторые образцы продолжали работать по 40-50 лет, после чего были отправлены на заслуженный отдых в местный музей на всеобщее обозрение. Внутреннее убранство казахского грузовика приятно удивило. Передняя панель может похвастаться сохранившейся заводской табличкой. Бросается в глаза оригинальный и очень качественный руль. За него многие умельцы предложили бы хорошую цену. Из минусов комплектности – отсутствие нескольких переключателей и одного прибора. Также следовало бы убрать непрезентабельный линолеум с пола. Примечательно, что эта цистерна не имеет боевого расчета, который есть на всех пожарных автомобилях. Вполне достаточно было трех человек, так как очень медленная цистерна приезжала на место происшествия одной из последних. К моменту ее приезда пожар уже активно тушили другие экипажи. Емкости цистерны хватало на 5000 литров воды и чуть больше 200 литров пенообразователя. Многие гордились такой вместительностью. До начала 60-х годов производили модель 30-205 ЦГ, после чего на конвейер встала ЦГА. Отличия заключались в более мощном насосном оборудовании, который потом применялся на множестве других грузовых цистерн. Стоит отметить, что выставленный на продажу экземпляр сохранил и оригинальный насос, и заводской двигатель. Речь идет про ЯАС М204А – дизельный двухтактный мотор, имеющий 4 цилиндра и выдающий 120 л.с. при объеме чуть больше, чем 4,5 литра. Интересно, что число 205 означает самосвальную раму, которая наилучшим образом подошла к установке на нее цистерны. Раму стандартного бортового МАЗ-200 решили не использовать. Также очень интересно узнать ваше мнение по этому автомобилю и тому, адекватно ли из-за него установлена цена или нет.